Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждые субботу и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекции читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. В 15.30 по воскресеньям курс лечебное питание природы для восстановления здоровья. Научный руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс врач инфекция лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». 17.00 курс актуальные вопросы от ариноларингологии. Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс актуальные вопросы неонатологии. Читают Андрей Леонидович Заблак и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс нефрологии. Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30 объединенный курс «Неврология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00 курс по общей врачебной практике. Читает Стримохов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенью курс «Живые легенды». Уникальное интервью с горефеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера «Ассоциации педиатров» на сайте www.edodefispediatrics.com Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи в выходные! Ассоциация «Серано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Серано» образование станет ближе и удобнее. Уважаемые коллеги, добрый день! Мы продолжаем с вами обзор клинических рекомендаций, которые утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации. И сегодня мы с вами рассмотрим клинические рекомендации «Острый тонзилит и фаренгит», «Острый тонзилофаренгит», которые были разработаны в 2021 году и появились на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации до 1 сентября 2021 года. А значит, они являются легитимными, и мы должны ориентироваться именно на них, оказывая медицинскую помощь детям, начиная с 1 января текущего года. Эти клинические рекомендации разработаны целым рядом профессиональных ассоциаций. Обратите внимание, это Национальная медицинская ассоциация от «Отринолерингологов», это Межрегиональная общественная организация «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», это «Союз педиатров России», это Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии и Международная общественная организация «Евроазиатское общество по инфекционным болезням». Это очень представительные профессиональные сообщества, это взвешенный, окончательный, обсужденный на разных этапах, на разных уровнях материал, который, безусловно, должен стать для нас обязательным при оказании медицинской помощи детям с клинической картиной острого тонзиллита, острого фаренгита. В этих рекомендациях дается определение острому тонзиллофаренгиту и подчеркивается, что это острое инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфатических структур ротоглотки. При этом сам термин является объединяющим для таких состояний, как острое воспаление нёбных миндалин, острый тонзиллит, и острого воспаления стеноглотки, острый фаренгит. При этом нужно обязательно обратить внимание на то, что те дети, у которых была выполнена тонзиллэктомия, в этой ситуации острый тонзиллфаренгит, этот термин может использоваться даже если нет воспаления нёбных миндалин в силу их отсутствия, но имеются клинические проявления только фаренгита. Поэтому обращайте на это внимание. Наиболее частыми причинами острого тонзиллфаренгита являются респираторные вирусы. И в целом мы можем сказать, что клиническими проявлениями в виде боли в горле, гиперемии нёбных миндалин, задней стенки глотки, отёк слизистой ротоглотки, вот эти все проявления являются одним из компонентов общего катарального синдрома, который отмечается при вирусных поражениях верхних дыхательных путей. А это наиболее частые в этиологическом отношении возбудители. Таким образом, если у ребёнка имеются другие признаки острого респираторного заболевания верхних дыхательных путей, ренит, конъюнктивит возможен, то вероятнее всего проявление тонзиллита, тонзилофаренгита, либо фаренгита, если был у этого ребёнка оперативный анамнез, тонзиллоктомия, вероятнее всего является проявлением текущей острой респираторной вирусной инфекции. Тем не менее, для нас, конечно, представляет интерес, что наиболее частыми респираторными вирусами, хотя на практике мы крайне редко можем верифицировать этиологию, но тем не менее, являются такие возбудители респираторных вирусных инфекций, острых респираторных вирусных инфекций, как аденовирус, вирусы герпетической группы, как вы видите, вирус Эпштейн-Бар, вирус парагриппа, РС-вирус, риновирус, ну и другие респираторные вирусы. Принципиальным для нас, и мы сегодня именно этому посвятим основное время, для нас является дифференцированный подход к тактике ведения стрептококковых поражений ротоглотки, острых поражений ротоглотки, либо не связанных со стрептококком. Почему? Да потому что именно бета-гемолитический стрептококк группы А является тем возбудителем, который вызывает острые поражения ротоглотки с высоким риском развития осложнений, как гнойного, так и негнойного характера. Правда, некоторые авторы указывают на то, что и другие стрептококки, ну и в частности стрептококки групп С, G, также могут быть участниками этиологического процесса с поражением, с острым инфекционным поражением ротоглотки, но это все-таки пока только отдельные наблюдения, и мы должны в первую очередь обращать внимание на те случаи стрептококковых поражений ротоглотки, которые связаны с бета-гемолитическим стрептококком группы А, с пиогенным стрептококком. Кроме этого, бактериальные поражения ротоглотки могут быть вызваны спирохетами, редкие состояния, допустим, ангина Симоновского-Венсана, либо с анаэробными возбудителями. Ну и, конечно же, нельзя принимать в качестве этиологических факторов те случаи, когда проводимое либо молекулярно-биологическое обследование, либо культуральное-бактериологическое обследование обнаруживают наличие таких возбудителей, как пневмококк, стафилококк, ауреус, при посевах задней стенки, либо снегных миндалин у пациентов. Даже если есть клиническая картина острого фаренгита. Это расценивается как колонизация и не требует назначения антимикробной терапии. Принципиально важно для нас это отметить, что либо это стрептококк группы А, пиогенный стрептококк, либо это более редкие возбудители, о которых мы с вами говорили, допустим, спирохеты, либо анаэробы. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что клинические проявления танзелита могут быть при дифтерии и при гонорейной инфекции. Об этом тоже мы должны помнить. И по поводу дифтерии сегодня мы еще будем чуть подробнее говорить. И на практике мы знаем, что в тех случаях, когда имеется клиника танзелита, танзелофаренгита, и имеется соответствующий прививочный анамнез, либо эпитонамнез, мы с вами бактериологически исследуем обязательно на дифтерию. При выставлении диагноза и при документировании, конечно, было бы правильно, если бы в каждом конкретном случае проводилась этиологическая верификация. Собственно, именно так и построена классификация, международная классификация заболеваний причин болезни у человека. Здесь представлены все шифры, которые при этом могут быть использованы. Но для нас самым главным, обратите внимание, по этиологии, является все-таки выделение стрептококковой или не стрептококковой характер этих поражений. Это для нас принципиально важно, поскольку именно это определяет тактику ведения, лечения ребенка и наблюдения его после перенесенного заболевания. Поэтому мы сфокусируем сегодня наше основное внимание на стрептококковых поражениях ротоглотки. Стрептококковый фаренгит, стрептококковый танзелит. Учитывая, что именно эти этиологические моменты, именно стрептококк пиогенный, бета-гемолитический стрептококк группы А, может при развитии острого танзелита и острого фаренгита осложниться как гнойными заболеваниями, так и негнойными, отсроченными, либо сопровождающими острое состояние состояниями. Вот именно это и определяет уже при первом обращении пациента с клиникой острого танзелита, острого фаренгита обязательное проведение дифференциальной диагностики на стрептококковые и нестрептококковые по этиологии варианты острого танзела фаренгита. Обратите, пожалуйста, внимание, что наиболее часто танзелиты встречаются в детской практике. Стрептококковая этиология всех танзелитов в разных регионах, но тем не менее колеблется от примерно 15% до примерно 35% случаев обращения у детей. Намного реже стрептококковые поражения ротоглотки встречаются у взрослых. Есть особенности, свидетельствующие о том, что дети первых трех лет жизни, как правило, при имеющейся клинике острого танзелита, острого фаренгита, как правило, заболевают не стрептококковыми, а другими инфекционными болезнями и наиболее часто это все-таки вирусные поражения, острые респираторные вирусные инфекции. Мы с вами на это обращаем внимание и тогда, когда будем еще проводить дифференциальный диагноз, несколько раз к этому будем возвращаться. Среди всей возрастной педиатрической структуры чаще всего стрептококковые поражения ротоглотки отмечаются у детей от 5 до 15 лет. Это тоже очень важный момент, который тоже входит в дифференциальные шкалы. Ну и, наконец, у взрослых, особенно если это взрослые старше 45 лет, стрептококковые поражения становятся, ротоглотки становятся минимальны. Очень важно отметить и имеющаяся сезонность стрептококковых поражений ротоглотки. Обратите внимание, конец зимы, ранние весна, как раз сейчас, тот период, когда стрептококковые поражения могут иметь больше удельный вес в структуре всех острых конзелитов, острых фаренгитов. Очень важно отметить и следующее, что только по клинической картине, исключительно основываясь на проявлениях, на симптомах заболевания, мы не сможем с вами достоверно верифицировать этиологию заболевания. Поскольку острое начало, фибрильная лихорадка, боли в горле, дискомфорт усиливающийся при глотании, как правило, двухстороннее симметричное поражение, выраженность гиперемии и отека, ну и другие симптомы могут быть при заболеваниях с разной этиологией. Учитывая это, клинические признаки, которые сейчас представлены, и мы их все хорошо знаем, не дают возможность нам предположить, это острый танзелит, фаренгит, обусловленный стрептококковым возбудителем, либо связан с вирусными возбудителями. Учитывая это, очень важно использовать доступные методы лабораторной диагностики, которые могли бы быстро и с высоким уровнем достоверности сразу же нам дать ответ на вопрос. Стрептококковая этиология, либо нестрептококковая этиология. Таким методом диагностики является экспресс-тест на бета-гемолитический стрептококк группы А. Поскольку помимо острого поражения ротоглотки у детей при вирусной этиологии имеются и другие симптомы, мы с вами об этом уже говорили, другие симптомы катаральных воспалительных явлений, ренит, кашель, конъюнктивит, то мы можем предположить, что это вирусная этиология. Поскольку при таких поражениях, как острое воспаление, как правило, первичная инфекция, Эпштейн-Барк вирусным возбудителем сопровождается генерализованной лимфоденопатией, с заложенностью носа, гепато-либо гепатосплена мегалией, это может подсказать нам и о возможном варианте инфекционного мануклеоза. Но, тем не менее, эти симптомы могут быть и при других инфекциях, и поэтому было предложено несколько десятилетий назад использовать какие-то объективные шкалы, для того, чтобы можно было бы на этапе первичного осмотра пациента сказать, вероятность стрептококкового танзелита-фаренгита высокая, либо низкая. Но, тем не менее, эти шкалы, вот обратите внимание, шкала Мак-Айзека, которая неплохо себя проявляет в целом, и здесь речь идет об оценке тех либо иных клинических симптомов и возрастных характеристик оценивается в баллы. Ну, например, посмотрите, повышение температуры тела выше 38 градусов – один балл, отечность гиперемия миндаль, налеты на задней стенке глотки либо на миндалинах – один балл, отсутствие катаральных явлений других – один балл, и региональная лимфоденопатия передней шейной либо подчелесной лимфоденит – один балл. При этом 0 баллов, если возраст от 15 до 44 лет, и минус 1 балл, если это пациент старше 45 лет. А вот как раз школьный возраст от 5 до 14 лет оценивается в 1 балл. И тогда при наличии 4 баллов и больше вероятность троптококковой этиологии танзелита-фаренгита очень высокая, и должен назначаться обязательно антибиотик, даже если не проводилось другое обследование, допустим, лабораторное обследование, не было культурального обследования, либо не было экспресс-диагностики на бета-гемолитический стептокококква группа А. Тем не менее, чувствительность и специфичность шкалы Мак-Айзека все-таки невысокая, и поэтому в качестве рутинного метода должен использоваться экспресс-тест для выявления антигенов строптококка группы А. Мазок, и уже через 15 минут при проведении экспресс-диагностического теста мы получаем результат. Я хочу обратить ваше внимание, и мы это с вами обсуждали, на очень высокий уровень убедительности рекомендаций, самый высокий А, и достоверности доказательств. Первая степень уровня достоверности доказательств. То есть для практической деятельности в качестве скрининга этот метод рекомендуется в качестве основного для выявления строптококковой либо не строптококковой этиологии танзелита-фаренгита. Очень важно, что в этих рекомендациях подчеркивается, нельзя использовать рутинно экспресс-тест у детей первых трех лет жизни. Почему? Мы с вами помним, там очень редко бывают варианты строптококковой этиологии. Но исключение из правил может быть, например, в организованном коллективе либо в семье уже есть доказанный случай строптококковой инфекции. Вот тогда у ребенка с аналогичной клинической картиной мы можем использовать экспресс-диагностический тест для подтверждения либо исключения строптококковой этиологии танзелита-фаренгита. Если положительный экспресс-тест, то нам не нужно дополнительно проводить культуральное исследование. Если же речь идет об отрицательном результате экспресс-теста у детей, но клиника и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что вероятность строптококкового танзелита-фаренгита очень высокая, нужно подтверждать диагноз еще и культуральным исследованием. Ну и, наконец, то, о чем сегодня мы уже с вами говорили, что в тех случаях, когда имеется анамнестический, либо клинический, либо вакцинальный срез, свидетельствующий о том, что здесь исключить дифтерию при этой клинике танзелита нельзя, мы должны исследовать мазок для обнаружения возбудителя дифтерии. При этом строго необходимо во всех случаях соблюдать правила, которые изложены сейчас на этом слайде, и они вам хорошо известны. Не рекомендуется в качестве рутинного исследования для подтверждения диагноза строптококковый канзелит-фаренгит делать клинический анализ крови, ОСЛО и исследовать маркеры воспаления. У каждого из этих методов лабораторно-диагностического исследования есть достаточно низкая специфичность и чувствительность в острый период заболевания. Поэтому обращайте внимание, лейкоцитоз, даже бактериальный лейкоцитоз может быть и при вирусных танзелитах-фаренгитах. ОСЛО будет повышаться только после 7-10 дня. Это же антитела, на самом деле, к стрептолизину. Значит, мы увидим титр диагностический только к концу 10 дня, с момента развития заболевания. Маркеры воспаления, циреактивный белок, прокальцитонин могут быть ложноположительными. Это все следует обязательно помнить. Таким образом, если при использовании экспресс-диагностического теста, а он обязателен в этой ситуации, теология стрептококковая доказана, то мы должны обязательно назначать антибактериальную терапию, так как высокие риски осложнений гнойных и негнойных при текущем стрептококковом танзелите-фаренгите. Обязательно задаем при этом вопросы аллергии на пенициллины. Если аллергии нет, следующий вопрос. Применяли в течение ближайших трех месяцев или нет незащищенные аминопенициллины, и если нет, то тогда может быть использован антибиотик из группы пенициллинов. Понятно, что в последние годы феноксиметилпенициллин практически не используется, и поэтому в этих рекомендациях амоксициллин является препаратом выбора в этой ситуации. В тех же случаях, когда имеется аллергия на пенициллин, обратите внимание, или в течение ближайших трех месяцев уже применялись незащищенные пенициллины, то рекомендовано стартовую терапию проводить амоксициллин клавуланатом или в качестве альтернативы цифалоспоринами пероральными второго-третьего поколения. В тех случаях, когда аллергия есть на всю группу бета-локтамов, в качестве препарата выбора должны использоваться макролиды, но макролиды с классическим фармакокинетическим профилем. Почему? Да потому что терапия должна проводиться не менее 10 дней для того, чтобы добиться эрадикации, полной эрадикации стрептокока, что позволит существенно снизить риски развития осложнений острого периода заболевания. В тех ситуациях, когда при экспресс-диагностическом исследовании, либо при культуральном исследовании, это особые группы, мы с вами это обсуждали, стрептококковая этиология не доказана, антибиотик назначаться не должен. Тем самым мы существенно уменьшаем полипрагмазию. Но как быть, что ребенка оставлять без лечения? Нет. В клинических рекомендациях прописано, что может применяться местная терапия, и там все это изложено, а также могут применяться препараты на растительной основе, но с обязательным указанием сконтролируем и стандартизируем подход к производству самого препарата и тем субстанциям, которые для этого применяются. В рекомендациях указано, что этим требованием отмечает такой фитонеринговый препарат катонзилгон, который может быть использован уже у детей, начиная с 12-месячного возраста в виде капель, а для детей старше 6 лет в виде драже. Имеется большое число публикаций экспериментальных. Я хочу остановиться только на клинических результатах. Все результаты, о которых сегодня идет речь, и в целом экспериментальные работы, вы можете посмотреть на нашем сайте, на нашем портале, в библиотеке. Эти статьи в формате PDF есть, если вам будет интересно, пожалуйста, можете более детально изучить. Обратите внимание, работа наших отечественных исследований под руководством профессора Шуматовой, свидетельствующая о том, что применение танзилгона при лечении детей с острым нестрептококковым, подчеркнем, если стрептококковый танзиллит, фарингит, должны назначаться антибиотики. Если же не стрептококковый танзиллит, то могут использоваться в том числе фитонеринговый препарат танзилгон, который дает очень хорошую клиническую динамику. Быстрее снижается выраженность симптома интоксикации, оккупируется боль при глотании. На этом слайде вы видите столбиковая диаграмма, свидетельствующая о том, что те дети, которые получали танзиллгон к третьему дню, по сравнению с группой пациентов, которые получают симптоматическую терапию, быстрее оккупировали эти симптомы. Аналогичные данные были получены в исследовании многоцентровом, сравнительном, рандомизированном, двойном слепом. Обратите внимание, это также небактериальный нестрептококковый острый танзиллит. У детей, и здесь мы видим наблюдение в течение 10 дней, и боль при глотании, и в состоянии покоя. У той группы детей, которые получают терапию танзиллгоном, оккупирование, желтые столбики, достигается более быстро. Одновременно показано было, что снижается быстрее и лихорадка, и это дает, кстати, дополнительный эффект, поскольку уже с третьего дня и далее, по сравнению с группой плацебо, антиперетики применяются достоверно реже, чем в контрольной группе. Аналогичные результаты были получены нашими отечественными исследователями. Обратите внимание, пожалуйста, на очень интересную работу, которая проводилась в Ростове-на-Дону. При остром небактериальном танзиллите назначение танзиллгона позволяло оккупировать все симптомы острой респираторной инфекции намного быстрее, чем в группе сравнения, где использовали местные антисептики, ну и другие стандартные для лечения острых респираторных вирусных инфекций с проявлениями танзиллита лекарственных средств. И это давало такой положительный эффект, поскольку было доказано в этой работе, что компоненты, входящие в состав танзиллгона, позволяют быстрее уменьшить концентрацию интерлейкин-6 и фактора некроза опухоли в слюне. То есть местное противовоспалительное действие потенцировало и другие эффекты, в частности противовирусный эффект, противоотечный эффект и другие эффекты, которыми обладает танзиллгон. Таким образом, в тех случаях, когда доказана стрептококковая этиология танзиллита-фаренгита, необходим антибиотик, 10-дневный курс. В тех случаях, когда речь идет о нестрептококковых острых танзиллитах либо фаренгитах, могут использоваться другие лекарственные средства, не антибактериальные лекарственные средства, и среди них мы только что подчеркнули важное значение применения фитонерингового препарата танзиллгон, который дает положительный клинический эффект. Уважаемые коллеги, так как мы и договаривались, начиная эту серию вебинаров, при обзоре клинических рекомендаций, в каждом из них мы не будем разбирать детально все важные ключевые моменты, мы будем обращать внимание только на каком-то, но если хотите, наиболее актуальном вопросе, и в данной ситуации для нас актуальный вопрос, это диагностика стрептококковых и нестрептококковых танзиллитов-фаренгитов, а значит определение тактики этиотропного лечения. Если доказана стрептококковая этиология танзиллита-фаренгита, должны назначаться антибиотики. Во всех остальных случаях терапия проводится симптоматическая, и в контексте самостоятельного изучения я обращаю ваше внимание, необходимость все-таки ознакомиться с этими рекомендациями самим, поскольку все практические вопросы, которые там представлены, в том числе профилактика, тактика ведения после острой фазы стрептококкового танзиллита-фаренгита, ведь это очень важно, наблюдение за этим пациентом, контрольное клиническое, динамическое наблюдение, а также лабораторный анализ крови, анализ мочи, при необходимости электрокардиограммы у такого ребенка, поскольку риски посттрептококковых осложнений, если ребенок неправильно получал неправильное лечение, весьма вероятно. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание, мы с вами продолжим обзор клинических рекомендаций, в следующую пятницу. Всего вам доброго! Вербена, щавель, цветки бузины, первоцвет, корень горячавки – примеры типичных видов сырья для производства препаратов компании Бионорика. Фирма Бионорика была создана без малого 80 лет тому назад моим дедом, приверженцем, скажем так, традиционных методов врачевания. О тех временах уже ничто не напоминают – на главной площадке компании Бионорика в городе Ноймаркт, Верхний Пфальц. Сегодня здесь производится естественно, на основе высоких технологий, полноценные экстракты и растительные лекарственные средства. Первый камень – фундамент успеха заложил Михаэль Попп, когда 20 лет тому назад он пришел в компанию, начав свою деятельность с внедрения новой стратегии. Наша уникальная стратегия зовется фитониринг. Растительные лекарственные средства, как плод традиции, эмпирии, мифа, монастырской медицины мы превращаем в действенные фитопрепараты с научно подтвержденным постоянством качества и эффективности. Компания Бионорика создала уникальные препараты наивысшего качества для лечения дыхательных путей. Это Синупрет, созданный для лечения пациентов с засижным насморком и гайморитом. Танзилгон-Н, который поможет при танзилитах и частых простудах. Бронхипрет, который справится с кашлем при ОРВИ и бронхите. Продолжение следует...